Уборка зерновых и зернобобовых позади. Почти собран и урожай второго хлеба. Крупные чистые – это свидетельство того, что за картофелем был должный уход. В агрофирме «Таябинка» при урожайности 350 сантиметров с гектара собрано 7 тысяч тонн. Современная техника, оснащенная навигационным оборудованием, очень ускорила процесс уборки. В этом году посажено 250 гектаров картофеля. Урожайность порядка 350 сантиметров с гектара. Для этого года урожай очень хороший, картошка очень чистая, болезней нет. Глава республики заметил, что в этом году урожайность картофеля выше на 100 сантиметров с гектара по сравнению с прошлым годом. Конечно, это повлияло и на цены. Они снизились. Но в последнее время второй хлеб вновь вырос по стоимости. Цены сейчас поднялись практически. Уже где-то на уровне 6-7 рублей. Это уже хорошо. Богатому урожаю достойное хранилище. Ведь ближе к весне картофель можно будет продать дороже. Михаил Игнатьев посмотрел картофель и хранилище. Здесь созданы оптимальные условия для хранения урожая. Поддерживается нужная температура и влажность. Новое хранилище построено с использованием государственной субсидии. Полностью с полей убрана также горчица. Производство масличных культур сейчас выгодное вложение средств. Это же как золото. Это горчица сегодня как биржевой товар. Цена колеблется от 25 до 30 рублей. Это дороже, чем зерно. Соответственно, 2,5-3 раза. Хотя урожайность, конечно, горчицы намного меньше. Там на уровне 14-15, ну 17 сентября получают. Но экономические составляющие очень хорошие. Ровными рядами уже взошла озимая пшеница. Юные ростки напитались прошедшими дождями и набрали силу. Очень красивые посевы. Радует. Понимаете, система хорошая. Благодаря использованию прогрессивных технологий посева и современному оборудованию, завершить работу удалось качественно и сжатые сроки. Гости приезжают, удивляются. Трактор идет прямо-прямо по полю. Просто сам механизатор разворачивается. Автопилот? Да, автопилот. Где сколько работают, сколько гектаров, расход семян, расход топлива, все показывают. Успешное завершение осенних полевых работ отметят в ноябре на праздновании Дня работников сельского хозяйства. Наталья Мальчикова, Рифат Фаткулин, Бахтияр Велиев, Республика.